Привет всем, кто смотрит данное видео. Это распаковка аппарата BlackEw BV8900. Версия пока не Pro, обещают, что Pro будет круче. В данном аппарате реализован тепловизор, реализовано огромное количество памяти, в наличии место под карту памяти и есть камера, внимание, с оптической стабилизацией. Процессор поддерживает запись 4К. Короче, на мой взгляд, прикольный, шикарный даже аппарат. Продолжаем распаковывать. А вообще, ребята, чего ждали? Мы ждали хороший, существенного размера аппарат, с хорошей банкой, с хорошим процессором. И многие голосовали за тепловизор. Вот он, BlackEw BV8900. Единственное, конечно, жалко, что здесь не в углу крепеж, как у 9300, мне уж очень понравилась эта система крепления, но ребята говорят, что они переделали вот эту вот систему крепежа, и она стала лучше. Насколько лучше, мы узнаем, когда мы поэксплуатируем его какое-то время. Пока я могу только показать, что вот она просто стала потолще. Вот. И меньше шансов, что мы ее выломаем. Но шанс он всегда есть. Как говорится, русский человек сломать может все. Если вы не русский, ну, можно сказать, конечно, радуйтесь. Но я думаю, это глупая фраза. Она подразумевает, что любой человек может сломать все. Но с нашим максимализмом мы почему-то привязываем это только к себе. То, что я делаю, одновременно говоря, и вы это видите на ваших экранах, я думаю, вы понимаете зачем. Я просто удаляю все декоры, сохранки и, в общем-то, не очень нужные детали смартфона для того, чтобы приступить уже к его изучению. Итак, на правой панели мы видим кнопку питания, она же сканер отпечатка пальца, то есть два в одном функции, качелька громкости плюс сверху. С левой стороны у нас многофункциональная программируемая, как ее называют, кнопочка. Выше лоток под сим-карты и карту памяти. К сожалению, лоток, по-моему, на две, а не на три позиции. Да. Но под карту памяти место есть. То есть одну симку и карту памяти или две симки установить вы можете. На верхнем торце нет ничего. На нижнем у нас есть отверстие микрофона с мембраной на днище, поэтому иголочку лучше не тыкать. Под заглушкой спрятанный порт Type-C для зарядки, передачи данных и всего остального. И правее отверстие динамика. Да, динамик у нас, к сожалению, сзади только ноль. Один снизу, один сверху, но верхний – это разговорный, поэтому сомневаюсь, что он будет создавать стереорежим. Глобальный хороший глазок у нас вот этот визуально. Здесь у нас располагается германиевое, надеюсь, стекло тепловизора. Здесь у нас какая-то, не знаю, какая камера. Вроде как по технологиям это дополнительная камера для работы тепловизора. Также у нас есть диодная подсветка и рядом с ней отверстие либо клапан давления, либо микрофона. Но я боюсь, что просто клапан давления. Так, германиевое стеклышко протер. И еще раз, если вы на это стеклышко наклеите какую-нибудь пленочку, тепловизор работать перестанет, потому что пленка для тепловизора непроницаема. Ну что, пришла пора врубить. И, кстати, пока он врубается, сравним его с предшественником 93.00. Это песец. Это надо отодвигать камеру, чтобы было видно. То есть 93.00 намного больше по всем параметрам. Вот сейчас вы, думаю, видите максимально. Даже по толщине. Так что этот у нас такой круто выпендринутый аппаратик и прикольной наружности. Защита камерного блока есть. Первая защитка – это сам пластик по периметру. Вот сейчас должно быть его видно. Вторая – силуминовая накладка. И камеры уже располагаются под силуминовой накладкой. Диодная вспышка заподлицо с силумином. Она так сильно не защищена. На борту у нас 13-й дроид. Знакомая система включения уже показывает, что это он. Наперво я аппарат включу в холостую, не настроив его и не подключив никуда. Так называемое холодное включение. Хотя, подожди. Вот время-то я поставлю все-таки Москву. Перебор. Москва – стандартное время. Погнали дальше. Отправлять данные я сегодня не хочу. Не сезон. Принимаем, пропускаем, пропускаем. И сейчас мы должны быстро попасть в систему после подтверждения того, что мы согласны с политиками Google и после выбора системы навигации. Все программы у нас скрыты внизу. Слева направо, когда мы машем, у нас появляется гугловское приложение, если оно активировано. Но там есть одна фишка. Можно его отключить и включить умный помощник. Это наворот от компании Black, который мне очень нравится. И, кстати, сетку рабочего стола тоже можно сделать более многозначительной. Ну, в общем, сделать меньше ячеечки. Тогда слева у нас будут вот такие вот красивые будут виджеты. Тут же и заряд аккумулятора, и свободная память. Сколько ее оптимизировано, сколько добавлены виртуальные ярлычки быстрого запуска приложения, которое вы недавно запускали. А дальше будут новости, если у вас будет интернет и будет система, так сказать, авторизована в каком-то аккаунте. Так, теперь что меня интересует. Первая камера. Потому что я фанат, как вы видели, в брониках хороших камер. Переходим ближе, как говорят, в портер. О, я веду смартфон, да, потом устанавливают. Продолжается движение. То есть видно, что камера. А так на глазок не очень видно. А в работе самой камеры видно, что там есть стабилизация. Само собой, тесты фото-видео будут у меня на канале. Посмотрите, если вам это интересно. Пробуем просто фотографию. Экран я не касался. Вы видели? Качество шик, блеск, красота. Ребята, походу, блэки сделали прорыв. Наконец-то оптическая стабилизация в камерах. Лишь бы она не билась. Вот этого я боюсь на самом деле. Смотрим разрешение в видео. 4К. Пожалуйста. Как говорится, возьмите, распишитесь. Так, где у нас тут местоположение? Так. И нужно... А, ну частоту кадров он не даст. Только разрешение и все. Частоту кадров, если хотите посмотреть, это нужно лезть в какие-то более навороченные настройки. В фотографиях тоже включаю местоположение. И опа, водяной знак стал настраиваемый. Теперь можно включить дату, время, название модели, текущее местоположение и персонализация. То есть какие-то ваши записи. Ну, вот, кстати, персонализация что-то пока... А, вот, понятно. Вот вам и персонализация заехала. Ой, что-то я все, глядя в верхний экран, пытаюсь нажимать на нижний, получается, ложе. И теперь при снимке смотрите, какая красотища у нас должна быть. Сняли. Раскрыли. И вот наша подпись. Уйди. То есть сверху ваша надпись, которую вы сами сделали, ниже дата. Время. А, если персонализация включена, то тогда название модели пропадает. Понятно. То есть или то, или то. Называется по-другому. Мы не хотим. Ладно, это все можно настроить, но это все будет уже позже. Далее. Ладно, едем по системе. У нас вторая фишка данного аппарата. Это флир. Смотрим. Флир, если кто не в курсе, это тепловизор. Кстати, надо выехать из коробочки. В коробке, кстати, лежит блок питания. Сейчас проверим. Говорят, быстрый. Проверяем. 3,3 вольта-11 вольт. 3 ампера. Того 33 ватта. Много. Порядочно. Не так круто, как у флагманов, но хорошо. Type-C на Type-C кабель. Да, блин, вылези. Макулатура. И на этом у меня лично все. Если у вас будет что-то еще, хвастайтесь. У меня предсерийный образец, поэтому мне больше его не дали. Три уровня пылезащиты. Пыль, влага, удара, защита. САР менее двух. Никогда не мог понять, зачем этот САР. У меня некоторые люди, знакомые, вытребовали производителя, чтобы они стали писать. А зачем? Мы все равно знаем, что если САР выше нормы, они, во-первых, вам об этом не скажут. Во-вторых, если кто засечет, то их не выпустят на рынок. Поэтому все равно все будут писать, что САР меньше двух. Ну, в общем, я думаю, вы инструкцию видели. Она простейшая, только первичное управление аппаратом на уровне звонилки. Так, отъезжаем. Смотрим на гаджеты. Это у нас Алиса, тепленькая. Так, хочу крестик. Вот он. Сейчас сделаю, чтобы вам виднее было. Вот за счет крестика мы видим температуру. И говорят, у нас здесь появился зум. Только я не понимаю, как его делать. Нет, это линейка. Значит, с зумом пока непонятки. В рекламных рендерах значилось, что во FLIR типа есть зум. Что имелось в виду, или, возможно, это была кривость перевода, я не знаю. Но пока мы зума не наблюдаем. режим. Режим. Видео. При видео разностройки, может быть, дадут изменить разрешение, но сомневаюсь. Единицы измерения температуры. Автокалибровка. Нет. Пока ничего необычного не вижу. Пока просто FLIR и FLIR. Как вот раньше он был, так и есть. Только нету больше режима стрим, потому что он все равно не работал. Ну, а в остальном все то же самое. Ладно, в общем-то. Изучу, расскажу. Пока показываю только одно, что FLIR есть и он работает. Кому интересно, какой софт изначально установлен, изучаем ярлычки. Как вы видите, даже игр не завезли наконец-то. Молодцы, ребята. Но есть опять Google Spam в виде программы POC. Если я правильно помню, это что-то типа каких-то новостей текстовых. Есть Fun Game Center. То есть то, откуда можно скачать те самые игры, которые ранее у нас были в системе установлены. И всякие хитрости от компании. Например, управление. Очень нужная программа, где есть управление приложениями. И тут внутри автоматическая очистка памяти, связанный пуск и управление автозапуском. В этих трех пунктах вы должны выставить рубильник на положение включено на тех программах, которые по-вашему должны работать в фоне и присылать вам уведомления, когда смартфон с погладшим экраном типа спит. Тут же должна быть морозилочка. Вот она. Здесь можно морозить программы, которые вам нужны в будущем, но сейчас не хотите, чтобы они занимали место и висели в фоне. Сюда их добавляете, они морозятся и не разморозятся, пока не придет время, пока вы сами этого не решите, что пора. Есть сумка с инструментами, как ее называют. В частности, тут есть транспортир, шумомер, сигнал тревоги, разный на выбор, лупа, то есть через камеру увеличения, зеркало, это фронталка, как зеркальце станет, настенный уровень, барометр, отвес. Кстати, барометр, это прикольно говорят. Также есть электронный компас. Только нужно сначала покрутить, повертеть, чтобы аппарат полностью понял, где он, что он. И после этого он начнет показывать вам правильно ваш север. Калибровка была сделана сейчас не очень верно, потому что нужно было вот так вот крутить. И после этого он начнет показывать север. У меня сейчас он ошибается градусов на 30. После того, как я помашу им, как положено, знаете, вот такие вот движения идиотские, только на полную руку амплитуда должна быть, после этого он станет показывать нормальное. Фонарик, пожалуйста, работает, переключается, и есть режим SOS. Это если вы где-то потерпели крушение, и на расстоянии видимости от вас есть люди. И вы можете им таким образом подать сигнал. Шумомер стал более красочным, обратите внимание. Он говорит, что я очень шумный. Селедка. Чрезвычайно тихо. Это от 0 до 20. Это невозможно в жилом помещении. Только если там вообще никто не живет, и все окна глухие, и на улицу выхода воздуха просто нет. Так, проверяем микрофон, и на этом деле завязываем с распаковкой. И все остальные тесты будут уже потом. Микрофон можно проверить двумя методами. Можно через камеру, можно через диктофон. Через диктофон компании иногда подкручивают, многие, поэтому проверим в камере. То есть берем, делаем видосик. Кстати, проверим одновременно и фронталку. Ну что, мне очень даже нравится. Так, по ходу пьесы сначала фото. Потом переключаемся на видео, но в это время смотрим фотографию. Шикарно. Ребята, вот шикарно. Вот точно аппарат мне зайдет, если так дело дальше пойдет. Проверяем микрофон на аппарате Blackview BV8900. Я думаю, вы видите, что у меня расстояние до меня большое, и говорю, как я, вы тоже вот здесь слышите. Поэтому проверяем. Проверяем. Надеюсь, нам понравится. Кстати, фотографии сквозь видеопис делать можно. Вот кнопочка специальная. Проверяем. И заодно проверим качество динамика. Проверяем микрофон на аппарате Blackview BV8900. Я думаю, вы видите, что у меня расстояние до меня большое, и говорю, как я, вы тоже вот здесь слышите. Поэтому проверяем. Надеюсь, нам понравится. Кстати, фотографии сквозь видеопис делать можно. Вот кнопочка специальная. Вы видели, что и качество обалденное, и при этом очень здорово звук записывается. Максимальное разрешение на фронталке Full HD. На основной напоминает 4К. Все. Что еще проверить? Тяжесть в обзоре. Водонепроницаемость гарантирована. Защита стекла. Как вы видите, есть бортик по периметру. Но, правда, дополнительных анхлобутников, как, например, в 93.00, не завезли. Но аппарат претендует на не очень большой размер, стройность. Поэтому, видимо, ему лишним посчитали. Лобики, подбородочки у нас тут есть. С помощью белого экрана видно, какого размера они. Разговорный динамик проверим позже. Микрофон мы уже проверили. Основной динамик проверили тоже. Камеры офигенные. NFC в настройках есть. Проверить можно только в магазине. Нормально по-человечески. Автоподстройка яркости, как вы видите, работает. Уровень сам ползает. Но, как вы видите, с задержкой секунды 4. Кому-то это скажут медленно. Кому-то понравится. Решать не мне. Всем спасибо. Всем пакеты. И форсирую вопрос. Почему обязательно заглушка? И герметична ли без заглушки? Без заглушки не герметична. И заглушка обязательно потому, что порты, которые герметичные, люди все забивали говном. Потом возвращали производителю со словами, оно не работает. Так вот так нельзя. Потому что, если вы его загадите, вам его промывать. Если вовремя, после промывки его не высушили, оно начинает гнить. И, короче, этот геморрой не нужен ни вам, ни производителю. Поэтому заглушки и все. Почему не хотят делать заглушки? Но при этом, чтобы порт был герметичный, все по тому же. Тогда многие оставили заглушку открытой, забивают грязью, ну и по кругу. Короче, аппарат мне пока очень нравится. Дальше поживем, увидим. Это была специальная быстрая распаковка, потому что сейчас на Али распродажа. И многие ждут и хотят понять, стоит ли его покупать. Следующее видео скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok